От вас, когда мы как раз снимали целебную кулинарию, я узнал, что вы специалист по психологии, да и на передаче это знал, да, как раз. И вот возникло желание с вами побеседовать на тему мировоззрения, черт характер, так называемых инстинктов или побуждений. Ну и будем говорить где-то, как в жизни должна слаживаться, к чему стремиться. Вот такой довольно-таки размытый вопрос, но это тем не менее. 100 миллионов вопросов я вам сказал. Да, в этом действительно 100 миллионов вопросов. Вот, когда сталкиваешься с любым человеком, то сразу же понимаешь, насколько у него, ну, будем говорить, какое у него мировоззрение. Потому что каждый человек, то есть я считаю мировоззрение основным стержнем, который характеризует человека. Ну, допустим, отношение, ну, начнем так, к близким. Оно может быть потребительское, близкие, там, мне что-то должны, а может быть, наоборот, рабским. Я вот для своих близких сделаю все, что угодно. А может быть моментами такое, моментами такое. Ну, да, бывает и моментами действительно такое, а бывает моментами такое. И, ну, тогда, будем говорить, отношение вообще к миру целиком. А что такое мир целиком? Ну, будем говорить... Социальный мир, другие люди. Социальный мир состоит из людей. Люди, природа. Ну, допустим, начнем отношение к природе. Вот, значит, что-то там посеять, землю перекопать, значит, что-то от нее получить и так далее. То есть такое потребительское. А другого человека нет. Как-то там вот сохранить эту природу, там, приумножить и еще что-нибудь. То есть это так же характеризуется мировоззрением или нет? Не знаю, Геннадий Петрович, дело в том, что то, про что Вы стали говорить, это из области философии. Ага, ну да, хорошо, из области... Это не из области психологии, а философия – вещь от реальности более-менее оторванная. Ну, как сказать, в субъективном идеализме Фихте вообще не факт, что можно что-нибудь узнать. Поэтому я занимаюсь психологией, она вещь конкретная, наука. А философия не совсем, ну, как-то на грани, такое дискурсивное искусство. Поэтому с точки зрения психологии можно говорить о механизмах, которые позволяют нам адаптироваться. А адаптироваться можно к разным процессам. Эти процессы могут происходить в семье, они могут быть разные. Сегодня что-то поменялось, это же надо адаптироваться в природе. Что-то поменялось, надо адаптироваться. Условно говоря, пришел взрыв вулкана, наводнение, как себя вести? Еще не так давно люди бросались на помощь, а сейчас достают телефон и начинают... Ты на видео снимаешь, что-то поменялось в человечестве? Да, конечно, поменялось, ясно. Поэтому с точки зрения психологии вопрос стоит о том, как приспособиться к постоянно происходящим быстрым изменениям. То есть об адаптабельности. Вот об этом психология, да. О том, как адаптироваться. Потому что все время все меняется. Постоянно все меняется. Ну, как известно, Гераклит сказал. Все течет, все изменяется. Так вот, у нас есть целый ряд механизмов, которые позволяют иерархии этих механизмов, если угодно, постоянно приспосабливаться к меняющимся условиям. И что это за механизмы? Это психика устроена, как качан капусты, я люблю говорить студентам. То есть вот листочки нарастают снаружи, каждый раз новый. Мы смотрим на качан, мы же видим только наружные листочки, но внутренние, там где-то есть внутри. И чем сильнее ковырнуть, тем более глубокий листочек откроется. Вот в чем дело. В норме мы этого не видим. Например, принято говорить, что ты мне характер показываешь? Что ты показываешь характер? Что ты меня на характер берешь? Это характеристика человека, который не справился, ну, условно говоря, типовым, личностным, вот, наружным листком. И начинает показывать внутренне, у него ресурса не хватает. Но где-то еще глубже, но есть такая вот кочерыжечка, некие врожденные компоненты, которые обычно называются, условно, темперамент. Вот эта классическая триада, темперамент, характер, личность обычно описывает ту совокупность базовых адаптационных свойств, которые позволяют нам приспособиться, что бы там в среде не происходило. Вот так вот. Ну, это, повторяю, классика. Мои учителя говорят, профессора мои говорят, что следом за личностью у человека тоже что-то должно образовываться, что-то следующее. Но, к сожалению, жизнь очень коротка, и мы не можем это зафиксировать. Она заканчивается всегда раньше, чем нам удается это увидеть. То есть, там еще следующие листки какие-то есть. Просто они не успевают вырастить целиком, и поэтому мы, видимо, не можем их заметить полностью. Ладно, это, конечно, такой новый поворот. Я в этом направлении особо не работал. А вот в восточной философии, ну, философия там базируется на пяти первоэлементах, пять первоэлементов, значит, огонь, там, вода, эфир и земля, там. Воздух, они, значит, комбинируются в каждом человеке в той или иной пропорции. И получается так называемые три жизненных принципа. Жизненный принцип, значит, ветра, жизненный принцип... Ну, мы с вами понимаем, что речь идет не о ветре и не об огне, а о метафорах чего-то. О метафорах, да. Безусловно. И жизненный принцип слизи. И вот это все в человеке дает такую, может, совокупность, которая проявляется... Вот про слизь самое интересное нам с вами. Почему? Про слизь. Потому что слизь – это флегма. Слизь – флегма. Флегма. Поэтому с точки зрения Гиппократа, хотя Гиппократ – фигур сомнительная, насколько я понимаю, ни одного источника от Гиппократа не осталось. Все, что мы знаем про Гиппократа, мы знаем от Галена. А Гален жил на 300 лет позже. Но это все равно, что я сейчас начну достоверно рассказывать, что делал, думал Петр Первый. Ну, примерно так вот. То есть он фигура легендарная. Он объективно был, но источников не осталось. Вот он был приверженцем идеи о ведущей жидкости. Все есть вода. Это, по-моему, там были философы, я сейчас просто вылетел из головы. Один говорил, что все есть огонь, все есть вода. Вот он был приверженцем идеи, что все есть вода. Слизь. Флегма. Флегматик. Человек слизистый. Что подразумевали греки под словом «человек слизистый»? Да, что? Дело в том, что они видели эту слизь. Египтяне еще считали, что насморк – это страшное заболевание. Оно их очень пугало, потому что им казалось, что это мозг вытекает. Да, потому что в эпоху войн с мечами и, я не знаю, там, с чем, с палецами, люди часто видели разбитые головы. И они видели, что если разбить человеку голову, то внутри что-то такое слизистой консистенции. Поэтому для них главный источник слизи в организме – это мозг. Соответственно, флегматик, человек слизистый с точки зрения Гиппократа – это человек мозговой, человек рассудительный. Флегма, слизь, происходит из мозга. И поэтому с насморком вот этот вот мозг прямо по капле вытекает. И египтяне, говорят, очень мистически относились к этому заболеванию именно по этой причине. Ну, конечно, всерьез относиться к темпераментам, как представлял себе Гиппократ, но в наше время довольно странно, потому что мы понимаем, что все намного сложнее. А, кстати, Иван Петрович Павлов в начале 20 века, напоминаю, самые великие открытия он совершил именно в области описания поведения, условной рефлексии. Но Нобелевскую премию в 2004 году – первая Нобелевская премия, пришедшая в Россию. Он получил за физиологию пищеварения. За мозг он Нобелевской премии не получил. Вообще в истории Нобелевских премий я могу назвать только одну за всю историю существования Нобеля, которая была бы дана за что-то более или менее психологическое. И Нобелевым векался в психологии, и поэтому я знаю один единственный прецедент, когда за что-то отдаленно психологическое кто-либо получил Нобеля. В 1972 году Лоренц Тинберген, забыл фамилию третьего ученого, он изучал жизнь пчел, вот, соответственно, вот они в Треймфриш. Лоренц Тинберген и Фриш получили Нобеля. За что-то, и больше никогда и никто, и ничего за что-то похожее на психологию не получал. Селье, который открыл стресс, не получил Нобеля. Хорошо. Я, значит, вот склонен думать, откуда, значит, дело в том, что раньше какое-то существовало одно знание, вот, об этих, вернемся к этим первоэлементам, которое было, вот, знакомо Гиппократу, и вот это вот, как говорится, слизь, флигма и так далее. Ну, конечно, очень интересно вы про это все рассказываете, вот, я выскажу свою точку зрения. Значит, так как вот было сказано, что согласно восточной этой философии человек, значит, представляется на совокупность ветра, желчи и слизи, что, что это такое? Вот, по моим понятиям, слизь. Да, слизь, как трактует Аюрведа, это дает крепость телу, сколько тела будет находиться в стабильном состоянии. То есть там, можно так сказать, заключена энергия времени и пространство. Сколько эта энергия времени будет поддерживать пространство в стабильном состоянии. Это, можно так сказать, вот, чисто физическое тело человека, насколько долго оно будет сохранять свою структуру, не распадаться и так далее. Для того, чтобы оно работало дальше, оно должно обогреваться. Значит, и как раз вот жизненный принцип желчи, вот, он состоит из первоэлементов огня и воды, он заведует обогревательными процессами, которые заведуют... Ну, то есть пищеварительными. Да, пищеварение, иммунитет, это, оказалось, острота ума, вот, ну и, будем говорить, вообще возможность трансформировать одни вещества, а там другие. Красивая метафора, но Гиппократ, он считал, что видов желчи два. Он подразумевал ту самую желчь, которая, как и водится, занимается тем, что эмульгирует, в первую очередь, жиры. То есть она раздражает. Ну, условно говоря, если желчь попадет на кожу, то кожа будет разъедена. Ну, что и происходит, собственно, когда мы испытываем изжогу с забросом желчи в нижний отдел пищевода. Вот, соответственно, если человек постоянно раздраженный, его постоянно разъедает изнутри холи. Желчь, Гиппократ назвал его холерик. Потому что человек, который постоянно внутри что-то жжет, ну, обжигает постоянно. И поэтому он такой неспокойный. И, соответственно, Гиппократ предполагал, что есть иной тип, как ему казалось, тоже желчи. Это ровно тот момент, мне кажется, исторический, когда Европа от Азии уходит. Вот на уровне Гиппократа, ну, скажем, и Галена, все эти метафоры еще с азиациями как-то пересекаются. Наши нынешние европейские представления, конечно, с уюрведой не пересекаются уже никак. Потому что расстояние историческое и культурное слишком большое. Понять эти метафоры, которые они подразумевали, скорее всего нельзя. Значит, он подразумевал, что есть второй вид желчи, который на самом деле нет. Она гипотетическая, она придумала. Мелано-холи, черная, напоминаю, пигмент меланин, который определяет цвет наших глаз в зависимости от толщины роговицы и цвет кожи. И, соответственно, он назвал человека мелано-холик, человек отравленный. То есть, внутри которого постоянно присутствуют токсины. Ну, вот эта токсическая черная желчь. Вот он такой отравленный. Он меланхолик, потому что в нем яд все время внутри. Это его природный яд, от которого он никак не может избавиться. Ну, и, соответственно, четвертый тип по Гиппократу, сангвис, это кровь. То есть, человек, что такое кровь? Носитель питательных веществ. Человек напитанный, сытый постоянно, хорошо питающийся, поэтому он бодрый, он веселый, он позитивный, он с румянцем. Видимо, Гиппократ это тот последний момент. Повторяю, ну, как бы трогательный, где Азия и Европа совсем разошлись. И теперь мы об этом думаем иначе. Повторяю, это красивая метафора, история. На сегодняшний день мы знаем, что темпераментов, ну, скажем так, факторов, которые могут влиять на темперамент, никак не меньше двух сотен примерно. То есть, врожденных параметров нервной системы, которые так или иначе влияют на ее основные свойства, эргичность, подвижность. Поэтому мы говорим про человека, вот этот темпераментный такой мужчина, это такая темпераментный, а этот вот, ну, он не темпераментный. Это врожденное. Это уже нельзя изменить. Хорошо. Так вот, как раз я и говорю о врожденных качествах. То есть, у каждого человека вот эти вот три жизненных принципа, как бы сказать, как матрица, они отпечатались. Вот слизь, которая дает ту или иную форму тела. И сколько она может сохраняться, так, если его особо не разрушать. Значит, вот этот жизненный принцип желчи, который определяет, значит, насколько будут эти все теплотворные процессы идти в нем. И в то же время острота вот ума и, ну, пищеварение и так далее. И, наконец-таки, жизненный принцип ветра, это жизненный принцип, должны в теле идти циркуляторные процессы. То есть, там должно все циркулировать, а именно циркулирует кровь, перистальтика, лимфа, скорость пищеварения и в том числе скорость умственных процессов. И вот как, значит, это аюрведа трактует, в зависимости от того, насколько вот эти жизненные принципы выражены, то есть, они в пропорциях у одного больше, у одного меньше, значит, уже это проявляется и в внешнем, ну, в смысле, в внешнем телосложении и его отношении к миру. Значит, чем больше у человека выражен слизистый вот этот вот, будем говорить, жизненный принцип, значит, это большое тело, крупные костя, хорошая память. Этот человек любит стабильность и, как правило, он любит такие роды деятельности, которые, как бы сказать, привлекают и позволяют удерживать материальные блага. Там банкиры, там такие вот крупные, чиновники и так далее. Желчная конституция, когда вот желчная конституция чрезмерно выражена, это люди, которые себя любят позиционировать, ну, будем говорить, чем-то там похвастаться они там любят. Вот, они любят там, допустим, какой-то там экстрим, там скорость или еще, ну, важно вот создать это какое-то, ну, будем говорить, такое вот впечатление на человека. Да, кстати, юмористы, большинство юмористов имеют жизненное... Мы так про них говорим. Желчный человек. Да, и самое интересное, вот дальше, если говорить, и как раз вы подчеркнули, что желчные люди, они раздражительные, едкие и так далее. Вот если взять за основу... Ну, есть другой подход, напоминаю, к юмористам, оно связано со словом юмор, которое происходит от слова хумор, жидкость. То есть человек наполненный жидкостью с точки зрения античного взгляда. Вот смотрите, вот интересно, действительно, подчеркивать, и можно сказать, в тему, как-то я люблю все связывать между собой. Ну, и оказывается, самая горячая часть в организме – это печень. Там идет... Но она объективно самая горячая, не самая высокая температура. Да, да, печка эта-то. Вот там где-то градусов 40 у нас, и красные кровяные тельца, они как раз разлагаются под действием всех этих реакций, образуется желчь, часть из них, значит, идет на пищеварение. Вот, и если от, допустим, эмоций, раздражения, гнева человек начинает возбуждать свою энергетику, то температура может подниматься в печени, там, ну, хотя бы на полградуса, там, больше, ну, или еще на сколько-то. Возможно, да. За счет этого количество красных кровяных телец, разлагающихся, увеличивается, и кровь начинает наполняться желчным, ну, остатками этой разложения крови, то есть желчными там шлаками, или кровяными шлаками, вернее, вот как правильно сказать. Это начинает раздражать. Кстати, мне кажется, что почки никогда не допустят такого процесса, на то они и поставлены, чтобы ничего лишнего. Не, я понимаю, хорошо, почки не допустят, но до почек-то идет вот это как раз, они должны кровь дойти до почек, прежде чем она начнет фильтроваться. И, кстати, если теперь уже о почках говорить, то как раз они и все эти излишки сбрашивают. И если вот у человека со слизистой конституцией, у него на мочу посмотреть, она будет белый-совато, вот, у желчной конституции, она, как правило, будет насыщена этими желчными пигментами, более окрашена в соломенный желтый цвет, да. Особенно, когда идет воспаление, то она, естественно, содержит больше этих распавшихся веществ и становится такого цвета. И, наконец-таки, самое интересное, у ветреного человека, да, она может быть такая вот беловатая, но еще там они определяли, значит, вот своеобразная диагностика. Большие там пузыри, нет, обилие мелких пузырей мочи говорит о том, что у человека, значит, чрезмерно выражен жизненный принцип ветра. Здесь возникает одна проблема, Геннадий Федорович, она заключается в том, что все сложности, многообразие возможных человеческих типов, увы, совсем не описывается людьми, которые хотят денег или хотят юмора, все как-то намного сложнее. Именно поэтому цивилизация, знание, ну, по крайней мере, европейское пошло путем существенного усложнения этой картины и создания многих разных этажей, потому что хотелось описать реальную сложность и многообразие человеческих типов, которые, конечно, намного шире этой картины. Ну, этот взгляд на Конституцию, напоминаю слово Конституция, значит, основное состояние, оно может быть и государство, то есть закон, который трудно изменить, точно так же Конституция. Тело, это некое состояние его, которое меняется только в результате интенсивных длительных воздействий среды, не может меняться случайно. Оно может меняться, повторяя, под воздействием среды, более того, тут очень сильно работает гендерный фактор, известно, что у женщин Конституция меняется сложно, поводов для этого нет, а у мужчин Конституция меняется намного легче. Именно поэтому объективных причин медицинских для того, чтобы женщины с возрастом меняли Конституцию, то есть, например, полкнели или худели, нет, хотя есть другой процесс, он связан с беременностью. Никакая женщина не может предсказать, она после беременности, повторяю, после беременности, не обязательно после родов, окажется более полной или более худой. Тут как карта ляжет. После первой может более худой, после второй может более полной. Взрыв в организме происходит гормональный, конституциональные изменения. У мужчин такого взрыва нет на протяжении жизни, и поэтому, соответственно, Конституция мужчины с возрастом в норме меняется в сторону мезоморфности, так называемой. То есть, мужчины, если не предпринимают специальных усилий к этому, с возрастом полнеют. Эволюционно это объясняется тем обстоятельством, что мужской организм предназначен, ну, в кавычках говоря, метафорически, как защитник, накопить энергию, выплеснуть ее в момент опасности. И пока этот выплеск в молодом возрасте происходит, энергетический баланс соблюдается. Когда с возрастом этих выплесков становится меньше, а тенденция к сохранению, она сохраняется, ну, а есть, она никуда не девается, то, соответственно, в норме мужской организм с возрастом, к сожалению, полнеет. Поэтому мужчинам с возрастом удержать свою конституцию стабильнее и сложнее. Вот. У детей конституция нестабильная. В подростковом периоде, мы знаем, переходный период, она может поменяться как угодно, а вот у взрослых более-менее стабильная. Это показатель здоровья, стабильность конституции. Существовал взгляд, так называемый, «Строение тела и характера», и он написал книжку «Строение тела и характера» Энст Кречмера, она переведена на русский язык, немецкий ученый, основатель науки о конституциях, практически современной, это было в середине XIX века. И с тех пор никаких работ и попыток соединить конституцию с человеческими типами напрямую уже никто не предпринимает, потому что в европейской традиции этот взгляд, конечно, считается, ну, прямо скажем, несколько. Не решающим тех проблем, которые должна решить теория психологических типов. Мы считаем иначе, мы считаем, что на смену темпераменту или поверх темперамента, помните, я говорил про капусту, поверх темперамента, то есть каких-то врожденных компонентов, в быту это выражается словом темпераментно или нет, приходит следующий элемент, он называется характер. Слово «характер» значит черта, особенность. Мы говорим характер, характерное что-нибудь, характерная роль, характерное что-нибудь для чего-нибудь, свойство. То есть яркая такая особенность. Значит, характер – это совокупность шаблонов поведения, которые родители передают детям на предмет, как себя вести, когда я не знаю, как себя вести. То есть вот я вот в этой ситуации не знаю, как себя вести, у меня это решение, как себя вести здесь. Ну, как-то ж надо вести себя. Тогда я задаю себе вопрос, а как вообще люди ведут себя в этих ситуациях? Вот типический ответ на то, как вообще-то люди ведут себя в этих ситуациях, это и есть характер. Как раз мы про характер друг друга не знаем, что вот у тебя в семье, у тебя папа такой, мама такой, у вас в семье все такие. Вот то, про что мы так говорим, это и есть характер. Вот. В практической психологии характерологический график мы говорим, бывает одногорбый, двугорбый или размазанный. То есть основы такого отреагирования, мы можем поз İpar이지ем при нём пареньке или примусть ни у кого из них. То есть вот он может быть размазанный, ни у кого напрямую, ни позаимствованный. Вот. Это характер. Мы не договорились, психологи, о том, сколько характеров, окончательная дискуссия какая-то идет, но их точно не меньше девяти и точно не больше двадцати. Вот где-то в этом промежутке дискуссии о том, какие из них смежные, а какие раздельные. И поверх характера нарастает самый верхний листок, который мы обычно и видим. Это личность. То есть способность реагировать не вообще, а конкретно здесь и теперь на данную конкретную проблему, в данном конкретном месте. Личности ровно столько, сколько людей, там типы особенно не установишь вот так вот дискретно. И вот три этажа. Темперамент врожденный, характер типический, да, формируется примерно в сенситивный период от трех до десяти, к шестнадцати устаивается и все, потом характер не меняется. Сверху личность индивидуальная, уникальная, отреагирование вот на то место и время, в котором мы оказываемся. Примерно как-то так. Спасибо большое за беседу. С нами был Сергей Мац. Прекрасно мы побеседовали на этом. Спасибо большое, Геннадий Петрович, за возможность побеседовать. И еще будем на эту тему разговаривать и изучать самих себя, что мы собой представляем и как нам быть в гармонии в мире с самим собой.